Долговые мигранты 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 Напомним также, что в 2013 году Режим Рахмона уже передал Китаю В счет долга 1158 квадратных километров Территории Таджикистана Россия перестает быть Востребованной страной для трудовых мигрантов А количество дешевой рабочей силы В лице трудовых мигрантов В частности из Центральной Азии и Украины Снижается с каждым годом Об этом пишет газета РУ Со ссылкой на экспертов Ранхикс По подсчетам экспертов Миграционный прирост в России В 2018 году Оказался самым низким За последние годы Начиная с 2014 года Число международных мигрантов Прибывающих в Россию Стабилизировалось на уровне 565-600 тысяч человек Но число уехавших Увеличилось с 308 тысяч В 2014 году До 441 тысячи В 2018 году Говорится в очередном выпуске Мониторинга Ранхикс Мы не пустим Мы построим стену Это не ответ По мнению директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского Негативный тренд Может сохраниться До 2035 года И мигранты Уже не смогут Компенсировать Естественную убыль Населения в России Эксперты отмечают Что миграционный прирост Населения России В 2018 году Был самым низким За весь постсоветский период А население страны Сейчас растет Почти исключительно За счет миграции Напомним, что В последние годы Российские власти Значительно ужесточили Миграционное законодательство А спецслужбы Регулярно фабрикуют На трудовых мигрантов Уголовные дела По обвинению в терроризме А потому Выше приведенное Является вполне естественным И объяснимым явлением Двое узбекских блогеров Рустам Карим И Тулкин Астанов Были отправлены В следственный изолятор Службы государственной безопасности СГБ Сообщает УСА В целях принятия законных мер Материалы, собранные Главным управлением Внутренних дел города Ташкента В отношении граждан Каримова Рустамбека Абдурашидовича 1975 года рождения И Астанова Тулкина Ташмурадовича 1971 года рождения Предоставлены В службу государственной безопасности Республики Узбекистан Отмечается в сообщении По сообщению Узбекских правоохранителей В мобильном телефоне Якобы были найдены Принадлежащие Каримову И Астанову Материалы запрещенных В стране экстремистских организаций В итоге В отношении блогеров Возбуждено уголовное дело По статье 244.1 Изготовление Хранение Распространение Или демонстрация Материалов Содержащих угрозу Общественной безопасности И общественному порядку Напомним Что оба блогера Были задержаны 8 апреля После встречи С заместителем Председателя Духовного управления Мусульман Узбекистана Абдул-Азиз Мансура После выхода Из здания Дум-У Оба блогера Пропали со связи А позже Выяснилось Что оба были задержаны По заявлению Абдул-Азиза Мансура После чего Решением Улмазорского районного Суда города Ташкента Были осуждены По статьям 183 И 194 Административного Кодекса Мелкое хулиганство На 15 суток Административного Ареста Однако 23 апреля Вместо того Чтобы освободить Задержанных По истечении Срока Административного Ареста Правоохранители Передали блогеров В СГБ Которые уже Сфабриковали Против них Уголовное дело В СГБ Мирзалы Ветваны Ишкишелар Органы Фаалияты Мауфыглайстырши Башкармад Редактор субтитров А.Семкин